Привет всем любителям аккумуляторных батарей! Вот часто очень задают такой вопрос по поводу видео, которое у меня вышло раньше как диагностировать аккумуляторную батарею с помощью одного только мультиметра В том видео, ссылку я постараюсь оставить внизу если не забуду, потому что просят постоянно оставить ссылку, я показывал как с помощью одного только мультиметра и двух щупов, макая щупы в электролит в банках узнать состояние банок увидеть неисправную банку и увидеть, есть ли между банками трещина и все правильно и хорошо я рассказывал но тут возник у людей вопрос банок 6, значит попарно если щупы макать в колодце банок получится только 5 замеров, а банок 6 соответственно где-то не хватает 6 замера как измерить 6 банку все время спрашивает так вот отвечаю, как измеряется 6 банка дело в том, что когда вы макаете щупы в банке вот сейчас показывает 2,04 вольта то вы измеряете на самом деле напряжение не одной банки а напряжение между электролитом и положительным пакетом одной банки и электролитом и отрицательным пакетом пластин второй банки То есть это замер не в одной банке, это замер в двух банках, но пакет плюсовой с одной банки, а отрицательный пакет с другой банки. Если проще, фактически вы меряете напряжение между полупакетами. Ну вот вышло у нас там 2,04 вольта, получается у нас сколько? 12,24 вольта, потому что 6 банок по 2,04 вольта. Так и получается, меряем мультиметром, что у нас на клеммах, имеем 12,3. В общем что-то около того, так как и должно быть. Так вот ответ на тот вопрос, где замер 6 банки, потому что меряете попарно банки, получается только 5 замеров, значит в 5 банках. Ну как я уже сказал, на самом деле не совсем-то в банках вы и меряете это напряжение. Так вот, 6 замер, 6 банка, это как раз и есть такая штука, когда вы замеряете напряжение общее на клеммах аккумуляторной батареи и отнимаете сумму 5 измерений, которые вы замерили щупами в электролите в банках попарно. То есть понятно, взяли 5 замеров, сплюсовали, получили сумму, замерили напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, отминусовали от этого напряжения на клеммах сумму 5 значений и получаете значение 6 банки. Вот и вся премудрость. Ну а теперь покажу еще одну штуку про полупакеты. Как я уже сказал, меряете вы напряжение на полупакетах разных банок. Значит, что можно сделать? Еще этот 6 замер можно провести по полупакетам крайних банок. Потому что на самом деле, когда вы попарно меряете щупами 5 замеров, то крайние полупакеты, то есть отрицательный полупакет в крайней банке, который выходит на клемму отрицательную аккумуляторной батареи, и, соответственно, с этой стороны положительный полупакет такой же, при этих замерах не диагностируется. И может быть вот такой случай, когда вы все промерили, у вас все хорошо, а напряжения на клеммах аккумуляторной батареи нет. Так вот, действительно такое бывает. Я действительно этот момент в том видео упустил. Как померять крайние полупакеты, которые не меряются при этих 5 замерах, которые я показывал. Все очень просто. Щуп на клемму, щуп в электролит. Имеем 1,46. С этой стороны все то же самое. Щуп на клемму, щуп в электролит. Имеем 0,58. Суммируем напряжение, которое получили на этом полупакете крайнем и на этом полупакете крайнем. Получаем 2,04 вольта. То, что мы получали, когда макали щуп попарно в каждую банку. Вот вам и шестой замер. При том, как вы заметили, напряжение на положительном полупакете было больше, чем напряжение на отрицательном полупакете. С чем это связано? Связано это с поляризацией пластин. Потому что напряжение положительных пластин в аккумуляторной батарее в свободном состоянии всегда больше, чем напряжение отрицательных пластин. по той простой причине, что они сделаны из другого материала. Положительная пластина сделана из окиси свинца, отрицательная пластина сделана из чистого губчатого свинца, а значит их потенциал одинаков быть не может. Отсюда и появляется явление саморазряда аккумуляторной батареи, или если вернее сказать, саморазряд аккумуляторной одной банки, или одного аккумулятора, если уже правильно говорить. Как только нарушается баланс поляризации полупакетов, сразу у вас мгновенно идет саморазряд. Положительный пакет начинает давить на отрицательный. Сразу появляется саморазряд. На этом эффекте, собственно, эта диагностика и строится. Вот такие вот дела. Ну а эту батарею надо ставить на заряд, потому что напряжение на ней уже низкое. У меня маленькие пробеги зимой. Сейчас холодно, морозы, аккумулятор разрядился. Ставлю на заряд. Ну а в следующем видео, я надеюсь, покажу вам, как я определяю момент, когда мне уже нужно заряжать аккумуляторную батарею. Машина сама все показывает. Ну а сегодня было вот такое вот видео познавательное, я думаю. Не забывайте подписываться на канал, и не забывайте ставить мне лайки, потому что я очень жаден до лайков. Спасибо.